Приветствую вас, Шветлана. Знаете, вы задавая свой вопрос, такого типа, чего ожидаете? Вы считаете, что можно просто спросить про беспокойство, как избавиться от беспокойства и все, мы вам поможем? Нет, к сожалению, не так. Нам нужно знать вашу историю, нам нужно сделать анализ вашей жизни. Нам нужно понять, что с чем конфликтует и уже тогда отправив на профессиональные знания, мы сможем что-то сделать. Мы сможем для вас что-то сделать. Пока что, пока что. Ну, это все очень неопределенно. Итак, вы пишите, я в полном разладе с собой. Что это значит, что вы в полном разладе с собой? Ну, наверное, это значит в первую очередь, что внутри вас будутся несколько противоположных сил. Что это за силы? Что они из себя представляют, эти силы? Это нужно исследовать. Как давно вы находитесь в этом состоянии? Состояние разлада с самой собой. Тоже. Это тоже нужно исследовать. Дальше. Что вы понимаете под разладом с самой собой? Это тоже нужно исследовать. Это тоже нужно понять. Потому что, может быть, у вас и не разлад вовсе, а может быть, просто вы пробуждаетесь, пробуждается ваша личность, пробуждается ваше эго и заявляет о себе. А вы, вы себе запрещаете это делать и в итоге получается вообще что-то плохое. То есть, что вы их подразумеваете под разладом с собой, нужно определить. Дальше. Вы пишите. Я делаю очень плохие вещи. Что это за плохие вещи? Почему вы решили, что эти вещи плохие? Кто даёт оценку тому, что эти вещи плохие? То есть, ну, вы же, вот, почему-то решили, что эти вещи плохие. Вот. Ну, давайте, соответственно, разберём, с чего вы взяли и кто решил, кто определил, что эти вещи плохие. То, что вы, к примеру, делаете. Вот. Мне кажется, мне кажется, что здесь должны быть обязательно основания для того, чтобы вы так вот считали, чтобы вы так говорили, чтобы вы выдавали себе такой, условно говоря, вердикт. Вот. Но без этого вердикта, то, что вы пишете, это всего лишь субъективная оценка. И оценка эта, судя по всему, ну, она не ваша. Оценка не ваша, потому что раз вы делаете какие-то вещи, значит, вы хотите это делать. Если вы хотите это делать, значит, вам это для чего-то нужно. Вот и давайте подумаем, давайте подумаем, для чего вы это делаете. То есть, обвинить себя, обвинить себя, вы успеете всегда. Как видите, это совершенно не сложно сделать. Как видите, обвинить себя, вообще, очень легко. Вот. Ну, а что дальше? Вот в чем вопрос. Поэтому вместо того, чтобы обвинять себя, давайте спросим. Давайте спросим вместо этого. Для чего вы делаете то, что делаете? Сначала. Что вы хотите? Что вам нужно? В чем вы нуждает? Вот. с этого ответа. И начнется ваш новый, условно говоря, путь. Новый путь к жизни. Свободный. От предубеждений лишних и так далее. Еще раз повторю. Обвинение себя и характеристика вещей, которые вы делаете, как плохих, вам не дадут ничего. Вот. Это я совершенно точно вам говорю. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, данный аспект для себя обязательно примите. В общем, я не могу сказать, что вы не можете это именно осознавать. Вы можете скорее только осознавать. Сознавать, да, вы можете. Но осознавать вы не можете. Потому что это нереально. Если бы вы осознавали, вы бы уже давно поменяли. Ну, то, что делаете. Раз. Не поменяли. Вот. Значит. Соответственно. Вы просто осознаете. Вот. Вы просто осознаете. Вот. Другое дело, что вам дает. Это осознавать. Это осознавать. Это осознавать. Большой вопрос. Если. Если. Значит. Если это причиняет вам боль. И страдания. Например. Что. Что. Долго. Долго. Такого. Осознавать. Так что. Тут тоже нужно. Понять. Да. Далее. Вы пишите. Вы пишите. А. Сделать. Ничего не могу. Сделать, чтобы что. А. Чтобы что сделать. Прекратить. Делать то, что вы делаете. Ну. Возможно у вас. Получится. Это сделать. А. Возможно. Возможно нет. То есть. Мне кажется. Что. Нельзя. Мне кажется. Нельзя. Нельзя. Просто взять. И. Прекратить. Делать то, что вы. Делает. Вот. Мне кажется. Что. Нельзя. Обязательно. Понять. Что вам хочется. И. И. Только определить. То, что вам нужно. Возможно. А. Вы. Уже. Сможете. Подкорректировать. Своё. Поведение. Возможно. Перестать. Делать. То, что вы делаете. А. Возможно. Нет. Ну. Потому. Что. Ваши. Желания. Они. Должны. Быть. Удовлетворены. Ну. Вот. Понимаете. Какая сторона. То есть. Здесь. Мы. И. Удовлетворены. Вот. Мы. Сильное. Видимо. Непринятие. Себя. Мы. Очень. Сильное. Непринятие. Себя. Мы. И. И. シМ. Серьёзное. Непринятие. Себя. И. У. Этого. Еээ. Должны. быть свои причины, вот вы должны быть свои основания, как мне кажется, по крайней мере, если вы понимаете, конечно, о чём идёт речь и о чём я хочу сказать вам. Дальше. Вижу мир как-то по-другому, как именно, что это значит. Кажется, что происходят абсурдные вещи. Если вы про то, что, к примеру, меняется ваше восприятие мира, допустим, если вы об этом говорите, то это нормально, это развитие. Но, опять же, непонятно, что вы имеете в виду. Опять же, непонятно, что конкретно вы имеете в виду, о чём конкретно идёт речь здесь и сейчас. Что за абсурдные вещи, как вы видите мир по-другому? А когда видели его иначе? Как справиться с беспокойством внутри себя? Ну, по сути, по речь, я так понимаю, идёт о тревожничестве, по сути. И беспокоит вас, я так подозреваю, именно она, тревожность. Тревожность, это, условно говоря, да, такое вот, ну, условно говоря, это такое наитие, наитие, да, то есть такое интуитивное восприятие мира, не всегда понятного, которое как бы намекает, что вам нужно что-то менять. То есть нужно выделить предмет, по которому вы чувствуете беспокойство, и определить, что же вы хотите, определить, что же вам нужно, определить, в чём вы нуждаетесь, вот. И, соответственно, определив, в чём вы нуждаетесь, определив, чего вы хотите, можно будет вам уже давать какие-либо рекомендации в дальнейшем. То есть это именно так, это не как-то по-другому. То есть с беспокойством не надо справляться. Беспокойство не нужно подавлять, как вы это делаете сейчас. Беспокойство нужно именно реализовывать. Беспокойство нужно именно раскрывать, раскрыть. Как вы это сделаете? Это уже решать вам. Потому что нужно, ну, выяснить, что стоит за вашим беспокойством. Что за ним стоит. Что вы хотите. Для себя, к примеру. Ну, опять же. Вот. Но, хотелось бы спросить у вас, Светлана. А что значит для вас тогда справиться? То есть что такое справиться для вас? Как вы понимаете это? Ну, вот то, что вы хотите справиться. Это для вас подавить? Это для вас избежать? Это для вас ликвидировать? Что? Что для вас есть справиться? Давайте подумаем на эту тему. Я очень надеюсь, что вы ответите на этот вопрос и станет понятно, в какую сторону вы привыкли двигаться. Очень здорово было бы выделить, вычленить обвиняющую сторону. То есть кто и почему вас обвиняют в том, что вы делаете, называя вещи, которые вы делаете плохими. Может быть даже попалкивает к этому. Может быть даже вынуждает вас это делать. для обвинения себя. Понимаете? С этим тоже нужно разобраться. Вот так. На этом всё. Вроде бы ничего не забыл. Информации очень немного. Могу сказать только то, что сейчас, на данный момент, вы себя не принимаете. Возврат это следствие того, что вы себя не принимаете. Возврат это результат того, что вы отрицаете нечто в себе. Считаете, что чего-то в вас быть не должно. Хотя, на самом деле, понятно, что, ну, понятно, что никуда от этого не деться. И понятно, что это часть вас. Это часть вас. То, что вы отрицаете. И чем больше вы это отрицаете, тем более тяжело вам будет. Поэтому, вот, как бы, такое вот внутреннее отторжение, скорее всего, и приводит вас к тому, что происходит сейчас. к тому, что происходит в вашей жизни на данный момент. Вот. Нужно понять, что вы себя отрицаете. И помочь вам. Вновь стать сильной личностью. Которая сейчас разбита. Вот. Но для этого нужна работа с вами. Беседа и так далее. А последний вопрос, который я хотел бы поднять, это вопрос возраста. Вы написали, что вам 21 год, со знаком лица. И вот лица не очень бы хотелось узнать, что вы имели в виду. То есть, какое значение для вас возраст имеет, что вы так об этом выражаете, что вы так выражаете свой возраст. То есть, как вы относитесь к своему возрасту. Это то, также, что нужно исследовать. Это то, также, что нужно проработать. Нам. Слава. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...